Родители атеисты Почему это одна из причин недолюбви? Потому что Господь есть Любовь, Он является истинным, бесконечным источником Любви. И когда мы не верим Бога, мы отрицаем Его существование, считаем, что мы произошли от обезьян или космоса или ещё чего-то, то получается наш заряд Любви имеет короткий период. То есть эта Любовь заканчивается, и она сменяется таким мощным эгоизмом. А когда Бог как бы есть, Господь-каратель, в этот момент тоже, ну как, если Он за всё наказывает, значит Он нас не любит. Ну Он же нас хочет наказать, и мы порождаем, что за нами наблюдают. Да, это как, знаете, в некоторых международных компаниях ставят прослушку, официально, это официально, прослушку, видеонаблюдение, то есть за тобой пристальный контроль. И как правило, ну для чего? Как правило, для того, чтобы наказать. Ну опять часто повторяю и снова повторю, замечательно есть такое изречение. Сначала, когда Господь нас ведёт, сначала Он шепчет Любовью. Если не слышим мы Его, Он говорит голосом совести. Если и в этот раз мы не слышим Его, Он кричит в рупор страданий. Да, поэтому, когда мы уже страдаем, это уже, значит, до этого мы не слышали. И это всё во благо, чтобы ценности изменились, чтобы мы с вами снова вернулись, какие замечательные фразы, на путь истины. Второй вариант, это когда родители не стремятся к самопознанию. Нужно себя знать, нужно стремиться к самопознанию, тем более в нас больше бессознательного. Это человек, это такой кладезь всего интересного и самопознания для того, чтобы мы понимали. Есть у нас плюсы, есть минусы. И когда человек не стремится к самопознанию, тогда им управляют разные социальные установки. То есть он не знает себя, он просто о себе что-то мнит, соответственно, он легко переходит в состояние высокомерия и зацикливается только на каких-то поверхностных вещах. И есть ещё третья причина, это когда родители считают, что дети должны оправдывать их ожидания. Они себе придумали о том, что ребёнок мой должен быть таким-то, и начинают подгонять ребёнка, манипулируя через чувство вины, через диктатуру. Разными способами они навязывают, что ребёнок должен, должен, должен. На самом деле слово «долг», само по себе это слово, оно имеет очень позитивный смысл. Но в наше время это слово очень исказило смысл, оно превратилось в негативную форму. «Одалживаешь какие-то средства» или «должен, потому что я в тебя всё вложил», вот особенно в детстве, да, «я тебе дал, и поэтому ты должен». То есть коммерческие такие отношения. «Ты мне, я тебе». Виды родительской любви. Первое, самое распространённое – это собственная любовь, то есть на самом деле это не любовь, собственная любовь. Ты должен, да, ребёнок – моя собственность, на самом деле. Тоже мне понравилось, как батюшка однажды сказал, что не мы воспитываем наших детей, их воспитывает Господь, а мы всего лишь помогаем. И когда мы с вами уясним, что этот ребёнок просто нам дан по генеральной доверенности, да, то есть, грубо говоря, просто нам на время, ну, потому что мы наиболее подходящий вариант для его подготовки к взрослой жизни, тогда всё меняется. Потому что собственническая любовь, она очень заражает обоих. Вот отсюда маминкины сынки, отсюда женщине 45, а она своей семьи не имеет, живёт с родителями, либо она имеет свою семью, но всеми своими фибрами она всё равно в родительской семье. Когда родительская семья диктует, как жить, кому жить, не жить, то есть, собственническая любовь, она выражается в том, что родители вместо Бога. Вот так она выражается, да, то есть, родители завязывают на себе, ты должен принести стакан воды и так далее. Потому что я так сказала. Потому что я сказала, да, то есть, эта собственническая любовь, она делает ни свободным ни тех, ни тех, проживая вот эту, знаете, такую, какую-то тягостную связь, что в итоге делают дети. Начинают познавать себя, познавать мир и потихонечку от родителя отделяться. Это сплошь и рядом. Но для этого нужно ребёнку прийти к тому, что что-то в моей жизни не так. И такие дети порой приходят к этому решению в 40 лет или в 50. Бывает и такое. Если лицемодная любовь, это некая проекция. Я не стала балериной, ты должна стать. Да, это опять же, она граничит собственнической всегда. И эта проекция, она тоже отравляет жизнь обоим. И здесь опять же, либо родитель в какой-то момент уразумит, что это для всех разрушительно, ну, либо ребёнку нужно будет как-то потихонечку от родителей отдаляться. Есть обмен ролями. Сегодня это сталкивается очень часто. Когда, например, подросток, да, вот у меня сейчас есть такие ребята, подросток руководит мамой, как будто это её дочка. Да, и это очень часто. У меня была вот такая любовь, да, то есть почему-то я в детстве решила, что почему-то я должна делать родительский фунт. Только, ну, где-то лет 5 назад, это уже когда мне было там 30, да, я начала потихоньку что-то осознавать, а только в 33 я нашла способы, как это поменять. Только в 33. И сейчас моя мама — это мама, а не дочка. Но это так тяжело. И, кроме того, для моей мамы ей необходимо было перенести кризис где-то в размере год, потому что один из инструментов — это не помогать, да, материально, чтобы была мотивация всё-таки для выживания пойти на работу. Ну и сейчас, по крайней мере, я надеюсь, я каждый раз повторяю. Мам, вот видишь, как хорошо, не зависит ни от кого. Ты сама себе добываешь хлеб, ты сама знаешь, что ты ни от кого ничего не ждёшь, и так живи в полноте своей, радуйся. Соблазняющая любовь — это самый такой пикантный момент. Это когда родители, например, подсматривают за ребёнком в замочную скважину, когда при контакте с ребёнком возникают пошлые мысли. Особенно западная культура, там вообще сплошь и рядом насилие родителей над детьми и так далее. Это просто есть, сам факт. Есть и такой, к сожалению, вид любви. И есть безусловная родительская любовь. Вот та самая важная. Как она проявляется? Это когда родитель любит личность ребёнка. Вот это принятие, принятие, да, вот он любит личность, личность ребёнка. Другими словами, ребёнок — это уже человек, а не в будущем человек. Это когда он уважает его жизненный выбор, который может порой не соответствовать нашему родительскому. Когда они помогают раскрывать его способности и таланты. Одна из самых важных задач родителей. Вы понимаете, отличие от амбициозной, например, любви, да, что не такие, как я думаю, как я бы хотел в своём детстве, а те, которые истинно принадлежат ребёнку, или собственническая, наоборот, не раскрывать таланты и способности, чтобы он был полностью от меня зависим, был не приспособлен к жизни. Это поддерживают и не отталкивают своих детей, да. Порой родители отталкивают. Вы знаете, ну, опять же, когда истинная любовь, это когда родители жертвуют, когда они дают, и когда они способны получать. Потому что получать мы порой тоже не умеем, да. Принимать, принимать. Не пытаются прожить жизнь за ребёнка, когда нет вот этой гиперопеки. Основные рекомендации. Воспринимать ребёнка таким, как есть. Уважать желание ребёнка самостоятельно изучать окружающий мир. Порой мы ему не нужны. Порой ребёнок сам хочет познакомиться с этим миром. Поощрять выражение независимых мыслей и чувств и действий ребёнка. Быть способным выразить понимание и поддержку. Не запрещайте ему открыто выражать свои чувства, да. Только ребёнок начинает что-то выражать свои чувства. Родитель говорит, так, всё, меня твоё мнение не интересует. Рубит, да, рубит. И у ребёнка формируется мощная обида и ощущение недосказанности. Нужно быть примером психологически зрелого человека и выражать свои чувства. То есть нам тоже нужно, родителям, выражать свои чувства. Что хочу добавить? Очень важна вера в ребёнка. Когда мы принимаем ребёнка просто сам факт, что он есть и верим в него, безусловно, в него, безусловно, происходят чудеса. Действительно, самые неудачные дети в детстве, вроде бы без талана, становятся гениальными. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...